Никогда ни в одном из обсуждений речи не шло и не может идти о сдаче какого-либо села Тавушской области, заявил премьер-министр Армении. «С президентом Турции мы имеем диалог. Он очень трудный, но важно, чтобы этот разговор был», – заявил Фашинян. Россия заявила, что суверенная территория Армении является красной линией, но на практике это не было реализовано, – заявил Фашинян. «Россия получила уведомление от Армении о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц. Контакты с Ереваном продолжаются», – заявил Песков. «Армения остается нашим союзником. Все имеющиеся обязательства остаются в силе», – заявил Генсек ОДКБ. «Запад пытается превратить Армению в инструмент антироссийской политики», – заявление МИД России. «С Соединенные Штаты в рамках бюджета на 2025 финансовый год запрашивают 52 миллиона долларов на развитие экономики и демократии Армении», – заявила Трейси Карсон. В Ивановской области потерпел крушение военный самолет Ил-76.